Цены растут, зарплаты на том же уровне. Что делать, как поднять доходы населения? Специалисты говорят, нужен рост экономики. Но для того, чтобы ее разогнать, необходимы инвестиции. В каком состоянии наша экономика, а самое главное, как привлечь эти самые средства? Об этом мы поговорим прямо сейчас в эфире Первого Приднестровского и одновременно на Волнах Радио 1. Вопрос дня. Ведем его сегодня мы, Дмитрий Доброхотов, Лидия Солкуцан. И в гостях у нас заместитель председателя правительства, министр экономического развития Сергей Абалоник. Здравствуйте. И председатель комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике Александр Коршунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, давайте прояснять, почему наша экономика так нуждается в инвестициях? В каком она состоянии? Ведь, согласно статистике, последние полгода все-таки там положительная тенденция наметилась. У нас по-прежнему все плохо? Да. Показатели прошлого года, они имеют положительную динамику. У нас действительно неплохой рост, как и в основных показателях производства, в экспорте, в его составляющей в части импорта сырья. Эти показатели хорошие, правильные, нормальные, но, я думаю, на наш взгляд, на взгляд всего общества, недостаточные. То есть нам нужно подстегнуть процесс, поскольку производство уже развивается. У нас 25% промышленного роста. Но конечный потребитель услуг государства, то есть наши граждане, они не ощущают увеличения благосостояния. Кроме того, наша экономика, она была очень серьезно обескровлена на старте. То есть мы в 2017 год входили, многие, опять, не имели оборотных средств, не было ресурса для развития производства. И это большая проблема. То есть обескровленная экономика, которая имеет достаточно неплохие темпы, но эти темпы нужно будет поддерживать. Вот это все нуждается в ресурсе. Хотел бы добавить к положительной информации, которую сказал наш вице-премьер. Динамика промышленного производства в 2017 году у нас положительная. То есть был сломан тренд понижательной динамики объема промышленного производства. Что нельзя сказать об инвестициях. В 2017 году у нас объем инвестиций, в общем-то, снизился до самых минимальных размеров за ближайшие 5-6 лет. А с чего это связано? Динамика началась в 2012 году, когда объем инвестиций был порядка 200 миллионов долларов в год. Причем из этой суммы где-то порядка 30 миллионов долларов были внешние инвестиции. Сегодня, точнее в 2017 году, по результатам работы 2017 года, у нас объем инвестиций порядка 70 миллионов долларов. Это говорит о резком снижении инвестиционной привлекательности нашей экономики. Ошибочные управленческие решения, которые были приняты в 2012-2013 годах, в общем-то, как раз и отвернули от Приднестровья практически всех внешних инвесторов. Исходя из тех цифр, о которых мы сейчас говорили. И изменить тенденцию можно только, предоставив инвестору не просто стабильные правила игры, но и дополнительные какие-то преференции. Вот как раз сейчас об этих преференциях мы поговорим. Сергей Анатольевич, эти преференции называют беспрецедентными. Почему? В чем они заключаются? Ну, комплекс преференций, на самом деле, это достаточно комплексное явление. Сама суть у вас заключается в том, чтобы создать здесь настолько комфортные условия ведения бизнеса, которые бы перевешивали те риски негативные, которые тоже у нас существуют. То есть мы для привлечения инвесторов в Приднестровье должны создать условия ведения его хозяйственной деятельности лучше, чем даже в привлекательных странах для инвестиций. То есть вот сейчас Казахстан развивается активно, там инвестиционная политика, мы, кстати, ориентируемся тоже на это, очень эффективно работает. Но нам, чтобы приехали к нам, а не в Казахстан, соответственно, нужно задавать несколько другие параметры, то есть еще более льготные. И возникает ситуация, когда мы, будучи заинтересованными в этих, вот в инвестициях, приходя к нам инвесторов, создаем такие условия, которые, ну как, ниже обычно, ну, такую налоговую нагрузку, такую, такие административные барьеры. Даже то, что правительство дает гарантию того, что не будут меняться условия ведения бизнеса 10 лет, это ведь тоже беспрецедентно. На самом деле суть вот предлагаемого инвестиционного закона, она заключается первая в том, что придя в Приднестровье, инвестор должен увидеть сторону, которая ему это прогарантирует. В этом случае выступает правительство. То есть мы на уровне закона создаем конструкцию, когда инвестор, приезжая в Приднестровье, заключает соглашение о его поддержке непосредственно с правительством. То есть он видит гарантию со стороны государства. Раз. Второе. Элементы вот этой поддержки, они должны быть тоже достаточно существенными. Срок 10 лет, это много, это нормально для окупаемости любого бизнеса по умолчанию. Второе. Налоговые преференции. То есть мы тоже создаем на старте такие условия, когда все доходы собственник может реинвестировать в бизнес. Мы гарантируем ему режим стабилизации. Это о чем говорит, что он когда к нам пришел, он знает действующие условия, и мы позволяем ему, и даем гарантию, что эти условия сохранятся, и могут быть изменены только в случае, если вдруг мы сделаем что-то еще лучше. То есть он тогда вправе выбрать. Или сохранить, или принять новые, которые более преференциальны. Ну безусловно, привлечение инвестиций так или иначе окажет положительное влияние на экономику. Но не получается ли так, что привлекая больших, крупных инвесторов, мы забываем о наших малых инвесторах, так называемых, о малом бизнесе. Вот к тому же в той же России список деятельностей, которые можно осуществлять по патенту, гораздо шире, чем у нас. Может быть стоит обратиться на сегодняшний день лицом и к малому бизнесу, или это будет, но чуть позже? Мы на самом деле, создавая сейчас вот этот инвестиционный закон, не забываем про малый бизнес. Мы про него прекрасно помним. У нас есть дорожные карты по развитию, у нас работает гильотина по отсечению административного давления, у нас развивается налоговый кодекс в части администрирования. Это все работа с малым бизнесом. То есть одно не исключает другое. Малый бизнес, про него никто не забывает. Год предпринимателя прошел, но поверьте, тут же по окончании 1 января 2018 года не были введены какие-то драконовские вирусы. Отношение государства не изменилось. Все нормально. Мы работаем, мы продолжим то, что мы делаем. Сейчас пришло время крупных инвесторов. То есть здесь нам тоже нужно создать нормальную площадку. Это вопрос дня. У нас в гостях заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровья Сергей Аболонник и председатель Комитета Верховного Совета по экономической политике Александр Коршунов. Мы говорим об инвестициях, почему они необходимы. Главный вопрос дня впереди. Ну а пока продолжим. Александр Викторович, ну вот мы даем преференции инвесторам. Помимо преференции, как еще, чем мы еще можем убедить наших потенциальных инвесторов, ну не наших только, чтобы они все-таки обратили внимание на Приднестровье, а не, например, Сингапур, Китай, Италию. Что мы хороши, чем мы так привлекательны. Помимо законопроекта, который вот сейчас внедряется, чем еще? Может быть географическое. Плюс законопроекту, который внедряется. Может быть географическое наше расположение. На самом деле у Приднестровья достаточно много плюсов. И вы правильно отметили, что географическое положение – это наш дополнительный плюсик. Мы находимся на границе между Европой и Азией. То есть европейцам выгодно размещать у нас производство с ориентацией на азиатский рынок и с точностью наоборот. Но это не один плюсик у Приднестровья. Одним из самых больших плюсов – это достаточно большой профессиональный кадровый состав. То есть у нас люди хотят и могут работать достаточно на высоком квалифицированном уровне. Соответственно, это наш огромный плюс. Следующий плюс – достаточно вменяемая тарифная политика государства последний год. Ну и самое главное, я считаю, что для инвестора очень важно – это стабильность. Стабильные правила игры. Поэтому мы рассчитываем на то, что благодаря данному законопроекту, в общем-то, те инвесторы, которые отвернулись от нас в 2012-2013-2014 годах, в общем-то, изменят свою оценку и повернутся к нам лицом. Сергей Анатольевич, а что мы можем предложить на сегодняшний день потенциальным инвесторам? То есть какие сферы экономики, в которые можно вкладывать? Это сельское хозяйство, промышленность, либо что это? Ну, что касается сфер экономики, мы не ограничиваем эти сферы. Не в нашем положении, как говорится, крутить носом. Сельское хозяйство очень нуждается в инвестициях в части расширения и увеличения доходности. Поскольку мы сейчас занимаемся больше выращиванием зерна, а более доходное – это садоводство, овощеводство, животноводство. То есть это вполне нормальное направление инвестирования, и в этом направлении мы развиваемся. То есть уже есть беседа с инвесторами, и нужно лишь подхлестнуть процесс через закон, через создание преференции по налогу на доходы в каком-то периоде, через, опять же, есть преференция, связанная с единым социальным налогом, которая мотивирует инвестора создавать рабочие места. То есть труд здесь для него будет стоить дешевле, чем труд где-то. Причем не за счет, непосредственно, выплаты заработной платы, а за счет субсидий или поддержки государства. То есть государство согласно получать меньше, но с новых мест, я думаю, это устроит каждого. Мы принципиально получаем дополнительный доход, если это новое рабочее место. Рабочий получает зарплату и тратит ее в экономике Приднестрова, инвестор имеет более дешевый трудовой ресурс. То есть вот эта ситуация, которая устраивает всех. А сколько нам инвестиций надо? Есть, Александр Викторович, цифра? Да, действительно, эксперты еще в 2012 году говорили о том, чтобы Приднестровью выйти из режима дефицитного бюджета, хотя бы на сбалансированный бюджет необходимо увеличить экономику в два раза. Соответственно, для того, чтобы увеличить экономику в два раза, необходимы инвестиции порядка 2 миллиардов долларов. Мы прекрасно понимаем, что эта цифра очень амбициозная и достичь ее в течение 1-2-3 лет практически невозможно. Но предполагаем, что взаимодействуя с правительством, разрабатывая именно вот такого плана стратегические документы, я думаю, что в ближайшей среднестрочной перспективе, конечно, может быть, к этой цифре не подойдем, но будем стремиться к увеличению объема инвестиций. Потому что не требует доказательств посыл, что на каждый вложенный рубль буквально через 2-3 года мы получим в бюджет дополнительные налоговые платежи, а наши люди получат дополнительные рабочие места. Придет один инвестор, и он у нас понравится, придет другой, он скажет третьему, четвертому, пятому, и так вот каждый сложится, и у нас будет 2 миллиарда. Будем надеяться долларов. Мы напомним, это вопрос дня, и в гостях у нас сегодня заместитель председателя правительства, министр экономического развития Сергей Абалоник и председатель комитета Верховного Совета ПМР по экономической политике Александр Коршунов. Мы говорим об инвестициях, почему они необходимы, и главный вопрос совсем скоро. Но пока давайте немножко подытожим. Новое инвестиционное законодательство, вот мы о нем много говорим. На каком оно этапе, Сергей Анатольевич? На финальном. То есть закон инвестиционный, он готов, он уже имеет практически статус законодательной инициативы и готов к рассмотрению у нас в Верховном Совете. Александр Викторович, работали все вместе? То есть парламент, правительство, да? С 2017 года, в общем-то, изменен формат работы Верховного Совета и правительства. Большую часть законопроектов мы рассматриваем в так называемом нулевом чтении. То есть предварительно создаются рабочие группы с привлечением и депутатов Верховного Совета, и представителей правительства, и представителей экспертного сообщества. А есть ли сегодня те, кто уже заинтересован? Потенциальные инвесторы, нет, Сергей Анатольевич? Может, мы не будем говорить, да, чтобы не спугнуть, какие именно сферы экономики, какие объемы, но тем не менее, есть? Они есть, и, скажем так, необходимость вот тех или иных параметров закона, она в том числе продиктована вот текущими потребностями инвесторов. То есть есть инвестор, который говорит, я хочу зайти, но мне нужны гарантии. То есть я готов у вас создать производство, но мне нужна уверенность в стабильном законодательстве. Я готов что-то сделать, но мне нужен тариф и нужно послабление в части налога на доходы. Вот эти вот потребности инвесторов, вот они как раз и учитывались, в том числе при разработке закона, но и в принципе они являются достаточно классическими. Я скажу так, что на сегодняшний момент, ну, по крайней мере, два, пару инвесторов ждут, собственно, вот возможности подписания такого соглашения с правительством, которое как раз закон об инвестиционной деятельности и дает. Ну и, кроме того, вот то, что мы пытаемся вот в практике подготовки нормативных документов, в практике подготовки проектов, вот то, чем занимаемся, это так называемая технология аджайла, да, вот, которая сейчас очень популярна, особенно в цифровом мире, это когда потребитель вот этого продукта участвует непосредственно в процессе его приготовления, да. То есть вот у нас привлекается, как Санкт-Петербург сказал, экспертное сообщество, депутаты активно участвуют, этот вот режим аджайла, то есть участие всех сторон в разработке, да. Он позволяет сделать, во-первых, продукт, который более эффективен в применении, и, второй, он достаточно конструктивно проходит все необходимые этапы в законотворчестве. Поэтому мы надеемся, что те инвесторы, которые ждут этого финала, этого процесса, долго ждать не будут. Ну, это как бы не ограничение с их стороны. Я надеюсь, что мы ответим на их вопрос и позволим сформировать вот эти вот соглашения достаточно быстро. Мы подошли к главному вопросу дня, Сергей Анатольевич, зададим его вам. Все страны, в том числе сильная экономика, борются за привлечение инвесторов. Мы об этом уже говорили. Ну и, собственно говоря, вопрос. Почему потенциальным вкладчикам нужно обратить внимание именно на нашу страну, именно на Приднестровье? У вас будет 30 секунд на ответ. У нас масса уникальных преимуществ, географических, тарифных. Не хватало еще некоторого комплекта преимуществ, связанного с гарантиями государства, с режимом стабилизации, с адресностью преференции. Вот эти недостающие преимущества мы как раз формируем законом и будем, я надеюсь, иметь достаточный комплект, который бы сбалансировал и уравновесил те политические риски, непризнанность, подпорченный имидж в более раннем периоде, который сложился в настоящий момент. У нас шансы есть. Уложились. Идеально. Мы тоже рассчитываем на то, что новое инвестиционное законодательство, когда его примут, инвестор придет, сможет заработать у нас, да, заработать и нам. И наша экономика, наконец-таки, восстановится. Это был вопрос дня. Мы говорили о том, как привлечь инвестиции в Приднестровье, а значит, придать импульс нашей экономике. У нас в гостях были заместитель председателя правительства, министр экономического развития Сергей Оболоник и председатель комитета Верховного совета по экономической политике Александр Коршунов. Спасибо вам, что пришли. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Если вы что-то пропустили, можно посмотреть и на нашем канале в Ютубе. А мы, Дмитрий Доброхотов и Лидия Слокуцан, прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин